Вся слава советского балета на Западе, и не только на Западе, а для всего мира, она началась с 1956 года, с легендарных гастролей Большого театра в Лондоне. И с этого дня началась Сера Фадейчева в мире. Это был самый его расцвет. И, конечно, многие танцовщики по миру стали подражать именно Фадейчева. По горькой нужде я попал в балет, потому что в школе балетной при Большом театре ученикам во время войны давали рабочую карточку. Это обеспечивало семью. А, значит, я жил с мамой, бабушкой, еще сестра была. Было очень печальное состояние, плачевное. И до сих пор я вспоминаю котлеты из картофельных очисток. Это просто верх совершенства был. С мамой мы пришли. Меня не оказалось в физике принятых. Ну, конечно, она расстроилась, плакала. И когда мы, так сказать, медленно уходили, остановил нас Николай Иванович Тарасов. Прекрасный педагог и бывший солист Большого театра. И спросил, в чем дело, что такое. Вот она ему сказала, что нас не приняли. Он так посмотрел, ну и через день сказали, что я принят. Поскольку данные, очевидно, у меня были, так сказать, приличные для балета. В моем сознании как-то не было того, чтобы я был лучшим и первым. И потом, и когда танцевал, я как-то не стремился к этому. У меня такое ощущение, что получалось все само собой. Вот именно это. Хотя огромный труд за этим стоял. Кроме каторжного труда, удовольствия я не помню, чтобы получал. В седьмом классе весь наш класс и выгнали. Все поставили двойки. Педагог, но не буду его называть, он, в общем, сам красовался больше перед зеркалом, чем учил нас. В результате все были очень слабые и не могли справиться с телом. У меня тоже была двойка по классическому танцу. И пришел педагог Александр Максимович Руденко, который, в общем, сделал из меня танцовщика за два года. Мы с Колей учились в одном классе, поэтому я очень хорошо помню, что девочки нашего класса все мечтали встать на уроки поддержки с Николаем Фадеевичем, потому что он уже с детства очень хорошо держал партнерша, поэтому все дрались за него. В то время наши мальчики были не такие сильные, сейчас, наверное, сильнее, потому что сильнее сейчас другая жизнь, другое питание. А в то время, я помню, мы на обед нам выдавали какой-то краюк черного хлеба, винегрет и селедку. Это был наш ежедневный рацион, мы так питались. И тем не менее мальчики все могли делать, поддержка у нас была в полном объеме, они поднимали нас и ловили, и кидали, все было по полной программе. Я в то время был очень слаб, но меня педагог Юрий Кондратов, тоже премьер бывший Большого театра, он хорошо учил и ставил меня все время с большими девочками. Я, конечно, сильно напрягался, но это дало свои результаты. Когда мы пришли в театр, я, конечно, надеялась, что я буду танцевать с Колей, что мы с ним вместе кончались, мы с ним ровесники практически, вот. Но Колю сразу отобрали. В общем, знаете, это, конечно, не случайно. Калина Сергеевна Уланова взяла его своим партнерам, взяла его в Шопиняну, в Жизель. Вот у Майи Михайловны Плесецкой. Майя с ним делала все спектакли. Он стал ведущий танцовщик, танцевал мы с ведущим балерией Большого театра. Ну, а нам только предстояло ждать, когда он освободится и когда его поставят к нами, вот со мной лично. В спектакле я всегда очень была рада, когда я видела на афише, что Коля танцует со мной. Нет, я не пришел к премьерам, я пришел к кардобалет и танцевал все кардобалетные партии. На второй сезон я станцевал Лебединое озеро. Первое мое впечатление о красоте классического танца, это было от Раймонды в исполнении Семенова. И вот я помню это совершенно отчетливо, когда вышло вдруг Семенова, то это просто никого не стало видно. Такое впечатление, которое осталось у меня на всю жизнь. Когда в Киеве я первый раз танцевал Лебединое озеро, в первом акте была такая, можно сказать, ходячая жизнь. Там не было танцев, и я не знал вообще, как себя вести. Семенова, видя, что я, очевидно, как слепой котенок, ты не тыркаешь ни в одну сторону, там в другую, встала и показала мне. Буквально пару-тройку шагов, и когда она показывала, то это можно было залюбоваться. У нее тело просто звучало, как оркестр. Вот эти моменты я тут просто схватывал на лету, очевидно. Нет, не старался ее повторить, а я это делал через себя, так как мне это необходимо. Вот после Семеновой мне было очень просто быть и графом, и принципом. Вся моя сценическая жизнь в классике прошла с ним. Он был моим главным партнером в классических спектаклях минимум 20 лет. Начиная с Лебединого озера, с его дебюта в Киеве, когда было 300 лет воссоединения Украины с Россией. Это страшно широко праздновалось. И с этого все началось. Очевидно, это было хорошо, потому что после третьего акта Лавровский пришел ко мне в уборную и сразу наобещал мне все балеты, какие тут у нас в театре. Я не, так сказать, просился очень, не рвался, чтобы мне скорее-скорее освоить репертуар. И вообще я спокойно относился к своей работе. Я приготовил Жизель с Раисой Степановой Стручковой, а танцевать мне пришлось с Улановой в Лондоне первыми спектаклями. Это было событие, естественно. В то время вообще никто не выезжал никогда с границу. Кроме единственного, ездил ансамбль Моисеева перед нами только. Все, я думаю, в страхе были перед этими гастролями. На гастроли везли Галину Сергеевну Уванову. Это уже был бренд Советского Союза. И когда они только приземлились в аэропорту, перед ней летел миф. Конечно, Лавровский понимал, что нужен не просто успех, а непререкаемый успех, безоговорочный успех. Они понимали, что с точки зрения дамского танца они прикрыты полностью, а с точки зрения мужского танца, конечно, несмотря на то, что это хорошие танцовщики, большие имена, танцевать они не могли. Ведь в хорошей форме не видели ни Сергеева, ни Чебукиани, ни Ермолаева, ни Массерера, ни того же Жданова, ни Преображенского, ни Гобовича. Это были очень достойные танцовщики. Просто к моменту 1956 года они все были уже в очень солидном возрасте. Но нам надо было произвести впечатление, и стали искать танцовщика. Конечно, первым, на кого падал взгляд, был Николай Борисович Фадеевичев. И Галина Сергеевна мне говорила, что Коля был настолько совершенен, что невозможно было его не заметить. Уланова рисковала, потому что она 23 года младше нее. Она попробовала с ним порепетироваться, и она мне рассказывала, что она с первого момента поняла, что да. И этот выход он поставил пару Уланова-Фадеевичев на недосягаемую высоту. Конечно, это было для карьеры подарок судьбы. Это судьба все. Но ведь сзади люди стояли, и они понимали, что они отдают не просто какую-то роль, они отдают престижное место, привилегии на родине, и никто не хотел с этим расставаться. Публика принимала восторженно, и пресса была прекрасная. И венки на сцену приносили, и толпы после спектакля, запруженные людьми улицы. Я не собирал, не следил ни за прессом, ни за чем. Недавно в газете прочел, что про меня было написано, как это Фадеевичев демонстрировал подлинное величие мужского танца. Ну, вот это, так сказать, одна фраза из целого ряда рецептей. Выкладывались все по полной, потому что присутствовала королева на спектакле. Потом нас приводили к ней в ложу. И после этого нам сообщили, что вечером после спектакля, ну, ночью будет произведена съемка спектакля. Целиком опять. Ну, через час-полтора начали снимать фильм ночью. Ну, это было очень тяжело. Даже Галина Сергеевна кое-какие куски, значит, не снимала, поскольку было очень трудно. Она уже, у нее был возраст все-таки, не молодой. Но помню, что я просто умирал. У меня сводило икры во время танцев, когда съемка шла. Я, конечно, был в приподнятом состоянии, естественно, поскольку было столько похвал всяких. Но здесь, в театре, меня все время старались осадить. Не давали ничего. Стоило мне что-то попросить, мне говорили, Тера, а ну, у тебя все впереди. Надо быть скромнее. Хотя я и не очень высовывался. Поэтому никаких изменений таких я не почувствовал. Седьмой вальс Шопена в исполнении Стручковой и Фадеичевой. И в Америке были съемки, в Голливуде. К сожалению, как-то я не видел съемки этой. Мы сняли спектакль со Стручковой, а потом отдельно сняли только седьмой вальс. В Париж мы приехали. Успех тоже огромный был. Я вот тоже через 20 лет только получил, когда уж перестал танцевать, два приза неженских, очевидно, за Лебедина и за Жизель, которые танцевали там. А в то время только поговорили об этом и, так сказать, ничего не дали. Мне один из наших артистов сказал, что он видел мои медали в музее Гранда Пера. Где-то наверху, там они лежали. Все это время. А потом прислали по почте. Мы перетанцевали с ним весь классический репертуар, и потом не только классический. И по всему свету мы ездили. Это была и Америка, и Франция, и Италия. Вы знаете, я даже сейчас уже не могу все перечислять. В то время для нас заграница вся была вражеская. Все были враги, которые хотели нас, якобы, уничтожить. Но дело в том, что никто на нас не обращал так особенного внимания. Никакого страха не было. Единственное, конечно, с нами посылали людей в Стасков, как говорили тогда представители Министерства культуры, якобы, которые следили за нами. Но я, например, не помню, что, так сказать, очень вокруг меня ходили, так сказать, и останавливали. Правда, я никуда особо и не ходил, поскольку он репетировал и готовился к спектаклям довольно серьезно. Поэтому я не отвлекался. Мы отдадим все силы, чтобы как можно лучше показать американцам наше искусство. Предлагали мне, конечно, остаться за границей. Мне даже вот самый такой вопиющий, можно сказать, факт по предложению, когда в посольстве наше пригласили несколько человек на встречу. Там были Григорович, Бессмертный, Плесецкий, Баланчин был, и остальных я сановников не знал. И вот сидя за большим столом, мне вдруг обратились и сказали, что не хотел бы я остаться поработать в Америке. И это в то время-то надо, так сказать, знать, в какое время мы жили. Естественно, у меня мороз по коже, так сказать, и в таком, ну ладно, где-нибудь тихо, так сказать, сказали, а то эти в самом посольстве. Я сказал, что я должен подумать, сразу не ответил ничего. А потом думаю, ну, забудь ты, ладно. И, а потом в конце опять меня спросили об этом же. В мысли сразу заобедали, ну, что будет. А поскольку жизнь была, когда сажали, ни за что, можно сказать, я сказал, что я лучше еще, так сказать, приеду и не один раз, может быть, с нашим коллективом. Все, и после этого меня перестали брать в поездки. У него очень хороший характер. Не вступал ни в какие споры, ни в какие театральные интриги. С ним было легко работать. Мы во время репетиции только не спорили, мы вообще не разговаривали. Просто не требовалось это. Я все время слышу и знаю, что партнеры ссорятся. Что-то не так, это не так. Ты виноват, что не так держишь, а ты не виновата, что не так стоишь. У нас не было таких прецедентов. Понимаете? Мы работали очень споро, очень нормально. Понимаете? Я действительно не знаю, был ли когда-нибудь случай, чтобы мы поссорились. Он стоит не только как танцовщик, отдельно абсолютно. Он стоит как личность гигантская по своей значимости, умудрившаяся никогда себя ничем не запятнать. Будь то партия, будь то выступление на собраниях, будь то голосование за какого-либо лидера очередного, театрального или политического. Нет, я не был членом партии, хотя меня упрашивали, выговаривали, но я как-то так, от этого ушел. Вообще, я не старался попадать ни в какие члены. Я знаю, что выступление это помогало артистам в продвижении по службе. Меня это не волновало. На сцене Большого театра Союза СССР состоялась премьера балета, поставленного заслуженным артистом республики Юрием Григоровичем. Пригласили Григоровича поставить в Москве камень и цветок, который он сделал в Ленинграде. Я репетировал в первом составе с Майей Плесецкой. Она была хозяйкой, и Марина Кондратьева была Катерина. Роль хозяйки Медной горы исполняет народная артистка РСФСР Майя Плесецкая. Партию Данилы Николай Фадеевичев. Ну, так случилось, что не судьба, очевидно, была мне работать с Григоровичем. Я заболел во время премьеры. У меня была большая температура, и вместо того, чтобы отказаться, я пожалел, потому что тогда проспался спектакль и танцевал с большой температурой, в плохом состоянии, чтобы чуть не терял сознание. На следующий день мне по состоянию пришлось отказаться от этого спектакля. Кроме премьеры, вот я не танцевал «Каменный цветок». Он был профессиональным во всем, он был хороший артист. Знаете, он играл как в кино, не переигрывая. Он не делал какие-то такие, как делали другие. он совершенно спокойно себя вел и очень искренне играл. Действительно, по-киношному. Мне это тоже нравилось. Это значит вкус. Головский хотел меня занять в этом спектакле с Улановой, но Уланова отказалась, потому что разница, а я наиспугалась разницей в возрасте. Как мне передали, так сказать, ну, по слухам, у нас ведь слухи все время, так я с ней не танцевал, Ромео. А я танцевал с Тручковой, с Кондратьевой и с Плесецкой. Даже мы возили на гастроли в Лондон этот спектакль. Мне было легко со всеми балеринами танцевать. Выходила одна балерина, она несла свой образ, и я тут же подключался к ее созданию образа. Выходила другая балерина. Я перестраивался под действия балерины, не теряя своего состояния, своего образа. Вообще, спектакли были меня со всеми балеринами, которые в то время существовали на сцене. Единственное, только Лепешинской, вот я с ней у нас не совпадал репертуар, с ней я не танцевал. А так вот, начиная с Ланой, 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 Лисецкой, Стручковой, Кондратьевой, Тимофеевой, Дархаевой. Последней была семеняка, моей партнершей. Если взять фотографии этих лет, то все вообще балерины раньше были более плотные и так солидные. Все-таки балерины нелегкие, где-то 60 килограмм, не меньше, даже больше бывает, ну 50 бывает. Такой наваг был, помните? Он был чемпион мира по поднятию тяжести, штанги. Он не мог поднять балерину варабеско. И подошел худощавый мальчик, так раз, и поднял балерину, почему так снизу, вот так вот выжил я. Был такой случай, когда мне было тяжело танцевать с балериной, с одной, ну не буду назвать ее имени, просто ни к чему. Я пришел к руководителю и сказал, что я не буду танцевать, не могу, мне тяжело. На что он мне сказал, ну что же, вы тогда вообще не будете танцевать. Я говорю, ну и хорошо. У него так челюсть отвесла, он настолько поразился этому. Но потом я продолжал танцевать с другими. Народная артистка Советского Союза Майя Плесецкая и заслуженный артист РСФСР Николай Падеевичев в Лебедином озере на сцене оперного театра в Хельсинки. Иностранцев, королей, принцев, премьер-министров и всех прочих всегда кормили балетом и, как правило, в Лебедином озере. Президент республики Урхо Кекконен сердечно поблагодарил советских артистов. Были несколько случаев таких, когда приходил руководитель и украшивал меня на следующий день танцевать, когда я был не в форме. Говорил даже мне, что не надо, отменим все вариации, все коды, только выйдя на сцену, походя, даже вот такие случаи были. Но мне происходило станцевать все целиком. В дни месячника болгаро-советской дружбы в Софии проходили спектакли балетной труппы Большого театра «Лебединое озеро» танцуют Нина Тимофеева и Николай Фадеевич Для классики он лучше всем годился. Он был хорошо сложен. У него прыжок был хороший, причем очень такой, знаете, задерживающийся в воздухе. Он не прыгал до небес, но у него был хороший прыжок. Он с обрисово там очень красиво делал ноги так вместе, длинные ноги. Вы знаете, когда ноги длиннее даже, чем немножечко, чем надо по размеру, это красиво. Все его считали очень-очень лирическим, очень этим голубым принцем. А вы знаете, это было не так. Я поняла, что он многое может. Я вам скажу, даже случай такой был, когда я предложила его на Лауренцию. Мне сказали, ну что вы, это за вот это все резкое движение испанское, это не его. Его, я была уверена. И он очень хорошо станционал фронтосом. Другой совсем образ у него был Бахи. Бах, прилюд, мы даже сняли его в кино. Воплотить строгую музыку Баха в пластические образы балета этот замысел осуществила балетмейстер-постановщик Наталья Касавкина на сцене Большого театра в творческом содружестве с солистами балета народной артисткой СССР Майей Пресецкой и народным артистом РСФСР Николаем Фадеевичем. Знаете, он очень тонкий деликатный артист. Что не часто встречается даже у драматических. Он был в общем мой партнер. Так стабильно мой. По меня страшно подкупало всю жизнь в нем ненавязчивость. Он не навязывал себя никому в том числе и зрителям. Он был таким каким он представлял себе этот персонаж. В роли жар-птицы лауреат Ленинской премии Майя Плесецкая Ивана Царевича Николай Фадеевичев. Жар-птицы он был действительно царевич. Тоже ненавязчивый. Он ничего не выпирал. Он не играл на камеру. Понимаете? Он был настоящий естественный артист. Я его назвала киноартист. ему было под силу все. Замечательный хосэ был в кармане. Фадеевичева выбрала я. Она поняла сразу, что он годится. Я его брала всюду. Он был очень выразительный. так внутренне темперамент сыграл этот голубой принц. поле водеевича. Всегда чувство позы было. Руки красивые все. И вдруг с огромной внутренней силой. Потому что он был артистичный от природы. Его никто этому не учил. Десецкая была просто, я не знаю, буря на сцене. Это настолько эффектно у нее было. И темперамент, и пластика, и линия. Мощь такая огромная. Это впечатляло очень сильно. До этого у нас не было такого хореографического языка. Это совершенно другая пластика, другие движения, образность. все было вновь. Новое для нас. Эта нагрузка была тоже, хоть кажется, так сказать, там не надо ни прыгать, ни вертеться, ни тура делать, ничего. Но по состоянию, по внутреннему это было, я так уставал, что как от огромного большого спектакля. выхолощенный был тоже. Профессия, она сама по себе очень губительна. Очень мало кому удается пройти эти испытания и выйти здоровым человеком. это болезнь, когда он стал астматиком, когда был нарушен обмен веществ, и он не мог с этим бороться. Он потихоньку уходил на другие роли, которые тоже очень хорошо исполнял. Но все равно нужны были силы, особенно дыхание, дыхания ему не хватало. когда пошли первые проблемы со здоровьем, то люди постарались в небытие отправить. Николай Борисович, неправда, что в театре работают добряки, и все ждут, когда, как бы тебе помочь. Нет, все ждут, когда ты промахнешься, когда ты дашь осечку. Но слава богу, к этому моменту он был народным артистом СССР, и его высокое положение не позволило его закопать окончательно. Когда смотришь его на сцене, к сожалению, в записях, понимаешь величину его актерского таланта. То, что происходит, все легко, естественно. И когда смотришь, кажется, да, это делать нечего, но ты, как профессионал, понимаешь, сколько труда за этим стоит. И вот этой легкости он добивается от нас, как от учеников. А вот работа моя репетиторская. Она сразу началась. Я еще танцую, помогал некоторым артистам готовить партию. Я, в общем, стараюсь не показывать никогда движение сам, чтобы не брали тут же манеру исполнения. У каждого своя индивидуальность, и каждый должен проявить себя на сцене. Надо, чтобы было видно человека на сцене самостоятельного, а не педагога в нем. Я понимаю, какая грандиозная работа проделана Фадичиум над нами. У нас было масса проблем, на самом деле. Мы не могли делать какие-то сложные трюки, двойные садебласки, трюки, двойные по кругу, много разных вещей. Конечно, они остаются сложными элементами, и все равно мы возвращаемся работать, чтобы во время этого у тебя было свободное лицо, чтобы твоя шея была не напряжена, чтобы руки твоего лег... То есть, словом говоря, весь наш танец должен быть таким, чтобы зритель ощущал в зрительном зале легкость твоего движения, чтобы, глядя на тебя, он мог посидеть, подумать и сказать, боже мой, в общем-то, ничего же особенного, вот я завтра одену колготки, костюмчик застегну, и я так же выйду и станцую. Как-то один из художественных руководителей вызвал меня к себе в кабинет, и казалось, что вот, ты знаешь, посмотрел я на тебя, Сергей, ну, как-то вот колени у тебя не дотягиваются, и как-то вот ходишь ты по сцене как старинный танцор, в общем, как твой педагог, в общем, и как-то вот я посмотрел на тебя, как-то это уже, вот знаешь, ну, как-то вот старовато выглядит, как-то старомодно, и вот, я вот, знаешь, хотел тебе что предложить, вот ты один остался ученик у Николая и вот если бы ты от него ушел, мы бы могли его, так сказать, спокойно и достойно проводить на пенсию. Думаю, боже, это же какой хороший замечательный комплимент, потому что если даже я, так сказать, в своем еще в таком возрасте уже где-то, так сказать, похож, или как-то, так сказать, вот издалека, пусть там, издалека, да, но напоминаю своего педагога, ну, что может быть лучше? Конечно, я ответил руководителю, что ни в коем случае это невозможно, конечно же нет, но произошла совершенно невероятная история как бы дальше и, скажем так, неожиданный поворот событий, потому что буквально спустя месяц или два художественного руководителя не осталось, а Николай Борисович есть и всегда с нами, потому что на сегодняшний день есть люди, без которых я не представляю университет, университет побежал к Николаю Борисовичу и попросился, вот, чтобы он меня взял. И на что он мне так посмотрел, сказал, говорит, я тебя возьму только в одном случае, если ты будешь меня безоговорочно слушать. Почему-то он считал, что я очень капризный. когда вот просят меня, приходит кто-то из учеников со мной работать, я сразу говорю, что если, так сказать, будете слушать мои замечания, будете исполнять то, что я, так сказать, предлагаю совещать, тогда мы будем работать. А если нет, и если вы считаете, что это не нужно, тогда смысла нет. Вот сейчас вот точно музыкально было, потому что ям-та-та-ти-рам. Не надо не быстро попрыгать, а проворот в этом выйти. Да, да. И остается на это последние, так сказать, звуки, вот этот увертик. Вот второй был очень хороший, точно. На-та-та-ти-рам. Когда вставился балет «Пиковая дама», Ролан Петти не пускал в зал никого, и Николай Борисович подключился к работе, когда Ролан уехал. Ролана не было полтора года. Все эти полтора года мы танцевали под присмотром Николая Борисовича. И когда Ролан пришел на спектакль, он подошел и сказал, я никогда ни в одном театре мира за те 50 с лишним лет, которые я работаю не видел не видел такой метаморфозы с балетом. Я вам оставил не просто хороший, я вам оставил отличный балет. Но я получил гениальный. Я преклоняюсь перед педагогом, который это сделал. Я всеми им горжусь, потому что это часть моей жизни, часть того, что я отдаю им. 30 лет я занимаюсь педагогической и репетиторской деятельностью. У меня сейчас трое народных артистов, наши премьеры. Это Андрей Уваров, Сергей Филин, Николай Цискарин. Я живу этим, живу и их спектаклями, как они и что они делают на сцене. И стараюсь помочь, исправить, подсказать. Ему самому практически не нужно ничего показывать. Каждое его слово воспринимаешь даже не сознанием, хотя все, прежде всего, как он говорит, что должно проходить через голову, а воспринимает тело. Вот сейчас уже наступает тот момент, когда его слово слушает мое тело. Я думаю, что и я, и Андрюша Уваров, и Сережа Филин во многом, конечно, это Николай Борисович. Плеяда танцовщиков, работающая с ним, была колоссальная, и ведь никто ни на кого не походил. Конечно, его старший сын, Алексей, он очень походил, потому что он родной сын, это родная кровь. Конечно, он был абсолютно выучен Николай Борисовичем. У меня два сына. Один из них Алексей, который был тоже ведущим танцовщиком, народный артист России. Я с ним работал здесь, в театре, так же, как и с другими учениками. Разницы-то в работе нет никакой, в жизни это другое дело. А приходишь в зал и быть любезен и делать то, что должно выглядеть прекрасно наш сын. Есть второй сын, Александр. Работая здесь, он сейчас переходит больше на актерские такие партии, игровые. Для него мы все равны, мы все его ученики, все его любимые дети. Он наш самый любимый и уважаемый нами папка, потому что никто из нас не имеет возможности увидеть столько своих отцов, сколько мы увидим нашего папку с утра до вечера в репсионном зале. Я хочу, чтобы Коля был как можно больше у нас в театре. Он нужен ученикам, он нужен театр, он нужен всем, он нужен зрителям, потому что он выпускает прекрасных артистов на сцене. Я никогда не напрашивался, никогда не рвался, поэтому мне трудно сказать, это, так сказать, у меня нет опыта, чтобы зубами вырывать что-то такое с Пентагрием. Ну, очевидно, я, так сказать, устроен по театральному образцу. Я протанцевал всего лишь 21 год. Ну, на 21-м я ушел. У меня все равно бы кончилась моя синичная жизнь. Да, это большая травма, это действительно. Для меня это равносильно конца жизни, потому что живешь вот этими танцами, так сказать, этой хореографии и настолько с ней соединяешься, что кажется, что-то просто другого ничего не может быть. Наступает вот такой момент, когда заканчивается все, и я считаю, как равносильно смерти. Вот умер человек, и началась другая совершенно жизнь. Вот у меня было такое ощущение. искусство наше молодое, и как бы ты ни старался, очень видно на сцене возраст. Правда, у некоторых это и с молотой бывает видно. «Алтон» АПЛОДИСМЕНТЫ